Любимая, дорогие, всем бонжур! Хотел бы ли он услышать от вас признание в любви? А вдруг он ждёт, что вы признаетесь первой? По-моему, свежая тема, ещё на неё не гадала. Второй маленького принца, надеюсь, семь вариантов влезет. Можно выбрать карту на одного или раскидать разных партнёров хоть на все семь вариантов. Кто будет готов, тому и признаетесь в любви, в конце концов, да, тому и сделаете это. Это сокровенное признание, кто будет готов его услышать. Итак, семь карт выкладываю. Один, два, третий партнёр, четвёртый партнёр, пятый, шестой и седьмой, и все вроде даже влезли. Итак, хотел бы ли он услышать от вас признание в любви? Сейчас чуть-чуть подправлю карты и освобожу их для вашего выбора. Уберу ручки. Так, ну, загадывайте, выбирайте. У меня новый штатив, сейчас вот его опробую на этом гадании, потом постепенно найду лучший ракурс для съёмки в процессе. Ну, а пока так. Надеюсь, вы всех раскидали, выбрали вариант для своего партнёра и приступаем к трактовкам. Итак, хотел бы ли он услышать от вас признание в любви? Первый вариант, первая карта, смотрим. Эта карта, старший суд, да, хотел бы услышать от вас признание в любви. И он к этому готов, да, не скажу прям, что ждёт, но готов. И это многое прояснит в ваших отношениях. В принципе, многое прояснит в вашей ситуации. Ему станет понятно, что происходит между вами. Вам станет понятно. То есть, ну, ему станет понятно, что же вы на самом деле к нему чувствуете. Потому что, возможно, здесь у вас ситуация немножко непонятная, немножко запутанная. Вот не то, что из разряда «бьёт, значит, любит», но вот какие-то у вас заморочки там происходят в этих ваших отношениях. Поэтому вот это ваше признание, оно именно прояснит вот эту происходящую вашу ситуацию. И он поймёт, что «Ах, вот оно что! Ах, ты меня любишь на самом деле! А я-то думал, что я тебя бешу, что ты меня ненавидишь! И, ну, вот в таком духе, да? Я-то думал, чего ты от меня хочешь, а ты меня любишь, оказывается! И это позитивная карта, безусловно, да? Вот здесь позитивный вариант, потому что здесь вот это признание, оно всё расставит по своим местам. То есть человеку станет понятно, как вы к нему относитесь, да? И что вообще происходит. И по тому, как человек на это отреагирует, а отреагирует он спокойно, ясно, да, откровенно, прям сразу вам на это ответит, да? Вот что чувствует, то и ответит, типа, фух, ура, как гора с плеч, груз с плеч, да? Вот, то есть по его реакции такой вот радостной, можно сказать, что, ну, вы тоже, да, у вас тоже свалится камень с плеч, вы тоже ощутите освобождение, что ура, наконец-то, как хорошо, что я это сделала, и он этому рад, и я рада, и, наконец-то, у нас всё прояснилось, да? И тут даже имеет смысл по этой карте суд не затягивать, страшный, страшный суд не затягивать с этим признанием, потому что здесь ситуация, ну, как бы уже несколько зашла в какой-то тупик, да, между вами, и уже нужно какое-то развитие. И вот это ваше признание станет именно вот тем толчком, да? Мне нужен толчок, вот вам нужен толчок в этой ситуации. Станет тем толчком, которое даст вот вектор развития вашей, да, вообще вашим отношениям, вашей ситуации. То есть здесь уже несколько, ну, всё запутано, уже какое-то такое вот болото, из которого нужно выходить. И чем раньше, тем лучше, да? То есть это станет, вот это ваше признание станет для вас решением вот этой запутанной ситуации, запутанная история. Ну, имейте в виду, что постарайтесь не прям в лоб ему где-то как-то сказать об этом, а немножко, ну, не то, что прям завуалировано, но немножко осторожно. То есть постарайтесь сначала бросить якорь, как бы, да, как бы сначала намекнуть, но намекнуть довольно прозрачно, чтобы прямым текстом, но при этом, ну, всё равно, чтобы, ну, чтобы человек не испугался, если что, да. Потому что есть в этой ситуации всё-таки, да, есть в этой карте всё-таки момент такой вот двоякий, в том смысле, что он может, ну, не прям сразу пасть в ваше объятие, да. То есть по-любому он будет этому рад, но нас же интересует не просто его порадовать, а развивать наши отношения именно любовные. Вот не факт, что, возможно, он прям сразу готов будет, ну, менять свою жизнь и менять, да, менять ваше отношение, он, конечно, будет готов, и отношения ваши изменятся, и никогда уже не будут прежними, но ваша задача сделать так, чтобы отношения всё-таки стали любовными, а не какими-нибудь другими, да. Вот так что можно, нужно, но осторожно, да, чтобы не перегнуть палку, то есть так вот по чуть-чуть, да, вот всё дозировано, всё в нерву, сначала попробуйте разнюхать, как он к этому относится, просто проработать почву, закинуть удочку, сделать такой как бы пробный камень, да, с одной стороны камень свалится с души, а с другой стороны пробный камень. Попробуйте так хотя бы в шутку ему сказать, что «а я ведь тебя так люблю, так люблю», вот. И всерьёз причём, самое главное. Ну всё, пожалуй, ответ от карты «да», положительный, он хотел бы услышать от вас это признание в любви, флаг вам в руки, да, прояснение ситуации, в любом случае исход будет положительным для вас. А я перехожу к следующей, ко второй карте, вам счастья, любви, гармонии. Итак, для тех, кто выбрал вторую карту, смотрим, «хотел бы он, этот ваш загаданный человек, услышать признание в любви от вас». Здесь выпадает карта «сила», да, прям буквально здесь отвечает эта карта, и, ну, и буквально здесь человек этого ждёт и хочет буквально вот к вам на ручки вот так вот и залезть, да, на ручки, на ручки, чеши меня за ушком, да. Здесь человек скорее вам отдаёт бразды правления, да, здесь по какой-то причине человек именно ждёт, да, вот ждёт в прямом смысле от вас этого признания. Здесь вариант «любовный», в отличие от, может быть, первого варианта, да, там просто прояснение ситуации в некотором смысле, да, то есть это, конечно, радость, но там «хэзэ», «любовный» или «нелюбовный». Здесь именно «любовный», потому что как только вы этому вашему загаданному сюда на эту карту человеку признаетесь, он прям сразу же запрыгнет радостно к вам на ручки и скажет «чеши меня за ушком», да, ах, махайте на меня, махайте, да, чешите меня, чешите, говорите мне, говорите о любви, сразу будет урчать в ваших ручках, да, гладьте меня, гладьте, вот, чтобы вы его гладили, гладили и гладили. Он о вас, да, не только помнит, он скучает о вас, по вам, он прям вот уже в физической близости с вами хочет, чтобы вы действительно заключили его в объятия, да, и он залезет к вам на ручки, и вы вот его гладьте, гладьте, и гладьте во всех местах. Лишним не будет, да, много ласк не бывает, так что да, человек хотел бы услышать от вас признание в любви и более того, даже близости с вами хотел бы, вот прям сразу непосредственно за этим признанием в любви, да, давай, ласкайте меня, чешите меня, гладьте меня, гладьте. Вот все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, развития именно любовных отношений, по этому варианту, а я перехожу к следующей, к третьей карте. Итак, для тех, кто выбрал третью карту, смотрим, что у нас здесь такое. Хотел бы ли он услышать от вас признание в любви? Хотел бы ли он услышать от вас признание в любви? Это тройка кубков. Да, хотел бы, и в принципе это порадует и вас, и его. Это будет, ну, можно сказать, большая радость для вас обоих. Вы совершенно спокойно, совершенно честно, искренне эту радость друг с другом разделите. Но, тын-тын-тын, куда-то у меня немножко съезжает, но неважно, да. Но полезло смотреть допы, да, полезло тасовать колоду, чтобы достать доп, потому что здесь вариант немножко дружеский. Какая-то карта уже вывалилась у меня. Еще одна троечка пентаклей. Вариант... Еще одна троечка, троечка пентаклей. Вариант скорее дружеский здесь, чем любовный, собственно, да. Пятерочка мечей здесь допом выпадает. Ну, вряд ли у вас были прямо уж такие суровые ссоры и конфликты, но я опять же сомневаюсь, как и в первом варианте, что здесь по этому варианту, по третьей этой карте, что у вас большие перспективы именно в любовных отношениях. Потому что радость радостью, как бы, да, посмеяться-то вы посмеетесь над этим, но вот как бы этим все не закончилось, да, то есть порадовались, посмеялись, хи-хи-ха-ха, и все, да, и дальше отношения не развиваются, и дальше никакой любви. Король пентаклей. Ну, в принципе, здесь товарищ удовлетворен в смысле любви, и, может быть, он удовлетворен даже независимо от вас. То ли он сам по себе такой самодостаточный, и у него там вполне достаточно его собственных гаджетов, или у него даже семья есть, да, в качестве удовлетворения, в качестве места, где он удовлетворяет свою потребность в любви, да. Поэтому не знаю, насколько вы ему нужны именно в таком качестве, хотя, конечно, ему будет приятно, ему будет хорошо, и он вам за это будет благодарен, и действительно он вам улыбнется и что-то такое скажет, да, вот если вы ему скажете, я тебя люблю, он вам скажет, ой, я тебя тоже так люблю, так люблю, прям обожаю, обожаю, прям ну-м-м. Ну, понятно, что это несколько вариантов такой, ну, бытовой, да, проходной вариант. Это не то, что я тебя люблю, я хочу связать с тобой свою жизнь и жить дальше вместе, и это что-то серьезное, это серьезные отношения. А вот так вот, я тебя так люблю, так люблю, да, То, что можно сказать любому своему хорошему приятелю, да, в принципе, Паш Пентакли. Ладно, давайте четко поставим картам вопрос. Возможно ли у вас серьезные отношения в будущем, в перспективе, после того, как вы ему сделаете это признание? Надо же, нас же, пардон, именно это интересует в первую очередь. Почему так много Пентакли, я прям не понимаю, да? Паш Пентакли теперь, рыцарь Пентакли. Тут жезлов еще, еще мне мало, еще достану. Ну вот, дотянули мы карту влюбленные, все-таки, даже несмотря на всю его, его, его удовлетворенность по жизни в целом, в принципе, он будет готов с вами на любовные отношения, на даже близость физическую. Может быть, сначала это будет и шутка какая-то, сначала это будут дружеские отношения, но не сразу, а постепенно-постепенно вам удастся его раскрутить на близость, на что-то серьезное. И более того, если у человека есть выбор между вами и кем-то еще, не сразу, но постепенно-постепенно он сам встанет перед этим выбором, вы или кто-то еще, ну или, допустим, вы или одиночество вдвоем, втроем, да, одиночество в одиночку, одиночество, ну, в смысле, самодостаточность пресловутая или выбор отношений с вами, так вот, рано или поздно он перед этим выбором встанет и выберет вас, да, и рано или поздно все встанет, короче говоря, да, так что, так что вариант хороший, даже если сейчас он немножко посмеется и скажет вам так в шутку, «М-м-м, я тебя тоже люблю, обожаю», то в перспективе это все у вас грозит перейти в серьезные отношения, и в перспективе все-таки, все-таки ждут вас любовные отношения в настоящем, в хорошем смысле. Правда, потом, конечно, есть возможность, что человек немножко, ну, не то что загрустит, да, а потом у него будет, то есть, скажем так, он сначала мотивируется, сначала захочет, сначала вдохновляет, ну, то есть, сначала, с самого начала пошутит, потом будет ощущение, что, да, нас здесь неплохо кормит, меня все и так устраивает, зачем это, потом он раскачается, что он хочет, что да, что все по-серьезному, потом он бросится в объятия ваши в эту страсть, а потом его немножко попустит, и он будет думать, что же я наделал, что же я натворил, а правильно ли я принял это решение, то есть, он долго раскачивается, и потом будет также долго сомневаться, но, тем не менее, факт остается фактом, что, в принципе, в целом, после вот этих бурных таких вот скачков, сначала страсти, потом сомнений, паузы, одиночества, все-таки у вас потом все это дело устаканится, и у вас будут нормальные, хорошие, стабильные, спокойные отношения, и дружеские, и любовные тоже, дай бог, вот, да, то есть, это такой вот момент, который поможет человеку самоопределиться, что действительно вы ему нужны. Фу, ну все, пожалуй, максимально я копнула глубоко этот вариант, перехожу к следующей, к четвертой карте, а вам счастья, любви, гармонии, любви, рано или поздно, настоящей с этим загадным человеком, если он вам нужен в таком качестве. А я смотрю четвертую карту. Итак, вариант номер четыре. Хотел бы ли он услышать от вас признание в любви? Здесь восьмерка кубков выпадает. Ну, однозначно нет, говорит нам эта карта, во всяком случае, не сейчас. Здесь, возможно, у вас был какой-то разрыв, расставание, возможно, сам человек от вас ушел по каким-то причинам, чем-то вы его не устроили, как-то вы не так себя повели, ему это не понравилось, может быть, здесь был буквально какой-то отъезд, переезд, то есть физически он отдалился от вас, не только эмоционально, не только психологически, но и физически человек может быть далеко от вас. Ну, если у вас и было расстояние, он просто не стал его сокращать, скажем так, то есть не факт, что он переехал там еще куда-нибудь, еще дальше от вас, был на расстоянии трех тысяч километров, переехал на четыре тысячи, чтобы вы его там не нашли. Не обязательно так, но здесь человек может быть так и так от вас на расстоянии, ну, либо он уехал и не собирается к вам возвращаться. Возможно, вы его, ну, даже звали к себе, приглашали, я хочу с тобой серьезно поговорить, приезжаем и проговорим эту ситуацию, которая между нами произошла. Ну, он что-то как-то проигнорировал это ваше предложение, и, в общем, сейчас оно ему не очень нужно. Возможно, здесь все-таки человек не теряет вас из виду, то есть здесь он может наблюдать за вами, но наблюдает он скорее, ну, там, через соцсети, еще как-то через знакомых, там, ну, если вы, вдруг он не уехал никуда, мелькает периодически у вас где-то там на горизонте или в общей организации, где вы присутствуете, он вас видит, но все равно контакта нету, и он, скажем так, настороже, даже настороже, чтобы вы к нему лишний раз не лезли, и, извините, даже вот за такой, за такую фразу, да, за такое слово не лезли. Вот, то есть человек немножко настороже, чтобы вы вновь не стали к нему подкатывать с предложениями «вернись, я все прощу», и в этом смысле он не хочет от вас услышать признание в любви, чтобы ему не пришлось еще раз вам отказывать, еще раз с вами объясняться, что-то вам говорить, а почему. Возможно, здесь у человека какие-то свои, ну, не только тараканы, но еще и свои, своя ситуация по жизни, может быть, у него не только, да, не только причина в том, что в ваших отношениях не все так гладко, да, лично между вами, он как бы в вас лично разочарован, возможно, там у него какие-то обстоятельства, которые он не хочет, да, то есть ему придется делать выбор так и так, да, и у него там какие-то обстоятельства, которые он не хочет преодолевать, ради того, чтобы быть с вами, развивать отношения с вами, ради вашей любви, он не захочет бросать то, что у него там есть, не захочет преодолевать вот какие-то там препятствия, да, и оно ему как бы не особо надо, не слишком мотивирован он в отношении вас, вот. Но я за кадром тасую колоду, потому что хочу все-таки дотянуть допы и задать картам такой вопрос, даже не почему он не хочет услышать от вас, а захочет ли он услышать от вас признание в любви, в перспективе, когда-нибудь позже. Ну вот смотрите, Паш Кубка в перспективе, когда-нибудь позже, конечно, захочет. Давайте посмотрим, когда, если не сейчас, то когда, если не мы, то кто. Ну, ну, это большой срок, ребята, восьмерка Пентакли, ну, это, конечно, не восемь лет, ну, слушайте, ну, может быть, восемь недель или восемь месяцев, восемь лет, это ж повеситься можно, да, ну, да, ну, ребят, ну, десять дней переждите хотя бы уж, да, как минимум десять дней, как минимум десяточка, потому что, ну, потому что, видите, третий человек с зависимостями, причем зависимости могут быть разные, его может, ну, то есть, у него там могут быть свои какие-то люди, от которых он зависит, которые держат его на поводке, на привязи, да, если он сам с зависимости, типа алкоголик или еще что-то, или игроман, или еще какой-то там это самое, его могут сколько ни вот эти зависимости держать, да, потому что, ну, подумаешь, алкоголик, ну, встретитесь, будет пить вместе с вами, что такое, какие проблемы, я шучу, конечно, да, то есть даже не конкретные его зависимости могут держать там, а скорее отношения, связанные с этими зависимостями, короче, если у него там жена какая-то, она его постоянно пилит, что ах ты алкоголик, ты никому не нужен, только я тебя вытаскиваю всегда, только я тебя, или, пардон, чего сразу алкоголик, да, если он, допустим, чем-то болеет, то вот у него там есть человек, который за ним ухаживает, скажем так, да, который поддерживает, помогает ему, да, поддерживает его состояние здоровья, помогает ему, и вот этот человек близкий вполне, да, может его, ну, как бы, вот пилить, шантажировать лишний раз, да, что, типа, без меня ты не сможешь, да ты ей не нужен, в смысле вам, да, да, она тебя не вытянет, только я смогу, это мой крест, это мой подвиг, только я могу тебя вот так вот тянуть, ты ей не нужен, она тебя не потянет, да, вот такие слова здесь человек может слышать, и это может, ну, его тоже несколько напрягать, да, то есть ему там могут несколько пилить, пилить на эту тему, конопатить мозг, поэтому, ну, вот в том числе, поэтому человек не готов, прям сейчас броситься в ваши объятия, ибо лишь, что здесь даже, как бы, конфликтом все не закончилось, потому что, возможно, просто он сам понимает, что вы не все о нем знаете, не совсем понимаете его, ситуацию жизненную, и, может быть, он сам думает, даже если там никого нет, если его никто не пилит, возможно, он сам думает, да, сам себе злобный Буратино, сам думает, что вы его не потянете с его вот этой ситуацией, с его зависимостями, с его болезнями, с его проблемами в целом, вот, но в перспективе я уже сказала, что, ой, да, смотрите-ка, еще доп достала, и это семерка мечей, да, здесь какой-то обман может быть, ну, если не буквальный обман, то человек мог, мог что-то скрывать от вас, да, и здесь это все может, ну, много сил от вас потребовать в итоге эти отношения, поэтому он, в таком случае, он довольно, довольно что, довольно адекватно, довольно реально оценивает ситуацию, поэтому не хотел бы он с вами развития отношений сейчас, но в перспективе выпадает королева кубков, смотрите-ка, да, вы его королева, он вас, тем не менее, любит, можно сказать, и так, да, но боится, что ни он не вывезет это все с вами отношения, ни вы не вывезете, смотрите-ка, еще одна королева вылезла здесь, это королева Пентакли, ну, вполне возможно, что у него там есть какая-то женщина, вот, не исключаю, да, что вот и королева кубков, и королева Пентакли, и он хочет и ту, и эту, смотрите-ка, они прям такие контрастные обе, очень разные женщины, и его и это привлекает, и это привлекает, и она такая разная, это такая, а это такая, они прям такие разные, но обе ему нравятся, и он не хочет выбирать, может быть, и в этом здесь камень преткновения, и причина, вот, ну, вернее, человека пока устраивает тот статус-кво, который сейчас есть, да, вот, все, пожалуй, счастье, любви, гармонии вам, в перспективе, да, сейчас пока нет, сейчас пока он не хотел бы услышать от вас признание в любви, потому что это все только усложнит, и поставит его перед выбором, который сейчас он делать не готов, вот, а я перехожу к следующей, какой, да, к пятой карте, итак, для тех, кто выбрал пятый вариант, пятую карту, хотел бы ли он признание в любви от вас, королева мечей, ну, в принципе, да, опять же, это ваше признание, все прояснит в вашей ситуации, между вами, здесь, может быть, вы также на расстоянии, да, но здесь все-таки королева мечей, она мне не кажется карты именно любовной, давайте опять же уточнять, да, и уточняем и троечкой мечей, тоже такая не очень любовная карта, да, не очень хорошая карта именно для любви, а здесь человек, возможно, конечно, ждет от вас этого признания в любви, он будет очень этому рад, но рад скорее тому, что, ну, во-первых, все, конечно, здесь держится на вас, как вы поведете себя, так все и будет, да, здесь все в ваших руках, вот, но здесь, ну, даже не знаю, кто здесь шестерку жезлов еще достал, ну, ладно, давайте скажу, что для вас это будет победа, вы своего достигнете, вы своего получите, вы будете здесь очень рады, но со стороны человека, я не думаю, что со стороны его здесь есть именно какие-то чувства, хотя, возможно, он будет рад, что вы просто открылись наконец-то перед ним, возможно, вы королева мечей сама по сути по своим, может быть, вы его начальница, может быть, были у вас не то, что прям какие-то проблемы, но довольно жесткая ситуация между вами, этому человеку, в принципе, не хватает любви от вас, то есть он хотел бы, чтобы вы были более мягкая, более женственная, более любящая в принципе, да, вот здесь скорее так, да, скорее так, и все в ваших руках, давайте еще дом достанем, шестерка Пентаклей, ну, давайте скажу, что да, все-таки для человека это будет большая радость, еще одна шестерка, обратите внимание, для человека это будет большая радость, это будет для него большая помощь, возможно, ему действительно нужна ваша какая-то помощь, ваши какие-то ресурсы, любовь именно как ресурс, возможно, ему кажется, что вы ему именно чего-то не додаете, именно любви, чувств, эмоций, вот женственности какой-то, да, близости, то, что вы это сделаете, это будет очень хорошо, это пойдет вам на пользу, потому что человек поймет, что вы не сухарь, да, который вот так вот все взвешивает по правосудию, а что все-таки вы серьезно к нему настроены, и действительно его любите, и можете удовлетворить его потребности в любви, и в принципе даже до серьезных отношений у вас может дойти, и решение это будет принято до брака, до официальной связи, если у вас уже, если у вас еще пока нету, да, если у вас не уже эта официальная связь и брак есть, да, человеку здесь не хватает любви, и если связи еще нету официальной, то она будет, да, десяточка пентаклей здесь, еще допом достаю, возможно, ну, и это решение будет принято, невозможно, а точно, это решение будет принято абсолютно рационально, рационалистически, если вы решите на нем жениться, вы на нем женитесь, давайте вам прям так и скажу, да, он согласится, самое главное, чтобы вы ему эту свою любовь и женственность проявили, ну, немножко он вас боится, да, и вот то, что вы сейчас ему признаетесь в любви, это признание изменит ваше отношение к лучшему, его отношение к вам, да, он перестанет вас бояться, и поймет, что вы не сухарь, что вы не селедка, а нормальная женщина, которая его любит, вот, селедка сухая, извините, вобла, он ее называет тарань, вобла, ну, не все ли равно, вот, счастья вам, любви, гармонии, покажите ему, что вы его любите, дарите ему свою любовь, и тогда он будет счастлив, а я перехожу к следующей, к шестой карте, итак, шестой вариант, шестая карта, хотел бы ли он от вас услышать признание в любви, в принципе, да, хотел бы, это Паш Жезлов, и его это очень даже вдохновит и мотивирует, он захочет прям даже сразу взять, собрать манатки и к вам приехать, и, возможно, человек уже сидит на чемоданах, и ему нужен вот этот толчок, спусковой механизм, опять же, да, вот это разрешение, наконец-то, пуститься с вами во все тяжкие, то есть человек здесь ждет этого признания, и он уже готов куда-то поехать, более того, он здесь даже прям будет гордиться, что, ааа, она меня любит, она призналась мне в любви, двойка пентаклей, допом, ну, ничего страшного, здесь вы, в принципе, найдете общий язык, найдете контакт общий, и даже сможете, если у вас какие-то финансовые проблемы, материальные проблемы между вами, да, проблемы, чтобы вам соединиться, вы сможете эти проблемы вместе сообща решить, кто-то здесь младше, кто-то старше, есть младший партнер, есть старший партнер, может быть, по ресурсам, по уму, если не по возрасту, ну, это все, это все не важно, да, это все не важно, все не так уж важно, по тройке жезлов вас ждет развитие, вот здесь человек готовится, я говорю, что он уже готов прям, да, он уже ждет, 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 и здесь возможен приезд, возможно, вот такая вот мотивация, радость, когда вы ему признаетесь, он прям вот начнет более интенсивно готовиться, и прям помчится к вам, приезд здесь человека к вам возможен, возможно, какие-то препятствия между вами сейчас, да, сейчас несколько все поставлено на паузу, но признайтесь, и этим его раскачайте, этим его из пожа превратите в короля жезлов, а здесь прям жезловый вариант выпадает, выпадает много жезловых карт, и он прям хочет, он прям воспламениться, он прям понимает, что да, мне это надо, она меня любит, мне нужно, мне она нужна, да, все, пожалуй, счастья вам, любви, гармонии, мотивации, действия от этого загаданного человека, действия будут, вот этот вариант хороший, стоит вам только ему признаться, это его стимулирует двигаться к вам, и желать вас, а я перехожу к последней карте, итак, последний вариант, последняя карта, восьмая, хотел бы он услышать от вас признание в любви, ту спинтакли, нам говорит, да, однозначно, ну, здесь все довольно медленно, здесь хорошее у вас может быть развитие, карта маг, еще одна первая карта, первый старший, довольно медленное развитие, хотя здесь ситуация, в принципе, уже готова, то есть, то есть, уже не первый год вы с ним знакомы, может быть, год, но, по крайней мере, не меньше года, может, уже и несколько лет вы с ним знакомы, и человек вот принюхивается к вам, подходит, и с этой стороны, и с той стороны, да, и так, и сяк, и всяк, да, и хочет он здесь услышать, почему-то именно от вас, потому что сам он может быть такая вот бедная овечка, сам он стесняется, то есть, сам человек скорее привык действовать, делать что-то, развивать как-то отношения делом, а не говорить, и он, несмотря на свой опыт, свой ум, возраст, там, и все, что угодно, да, он может быть немножко, чуть-чуть, чуть-чуть застенчивый человек, да, ему нужно отмашку дать, чтобы он вот к своей Машке, которая ему дала отмашку, чтобы он прискакал, прибежал и начал действовать, но вряд ли здесь у вас расстояние, иерофант, неважно, там кто женат, кто не женат, вряд ли у вас здесь расстояние, но скорее всего, тайной жрицей вашей, вернее, вам стать его тайной жрицей, он вам предложит, ну что, хорошо, хороша парочка, баранда ярочка, иерофант, и тайная жрица, все нормально, вы друг к другу подходите, и в духовном смысле, и в смысле какого-то учительства, да, друг друга будете учить, там, в этих отношениях вам есть, чему друг друга поучить, и что друг другу дать, именно в духовном смысле прежде всего, но ждет, ждет, да, стесняется, ждет, но, вот это ваше признание, его очень активизирует, и он, у него тогда будут развязаны руки, и он сможет действовать, он сможет развивать, по-нормальному ваши отношения, вот, помчиться к вам на крыльях ветра, обгоняя ветер, просто-напросто, ну, что, наверное, хороший вариант, ну, да, девятый, не надо было доставать еще допы, наверное, этим и закончим, да, потому что, может быть, какие-то препятствия у вас есть, но все равно человек о вас мечтает, человек ждет развития, ну, отношений с вами, ждет от вас отмашки, так что, дайте ему эту отмашку, прямым текстом, но единственное, что тайно это сделаете, чтобы это касалось только вас двоих, и здесь у вас возможно действительно начало серьезных отношений, вот это будет отправная точка ваших дальнейших серьезных отношений с этим загаданным человеком, серьезной семейной жизни, в которую человек будет вкладываться, даже если сейчас какие-то препятствия, ну, подождете, переждете эти препятствия, все будет хорошо у вас впереди, да, король кубков, он вас любит, этот загаданный человек, на сей патетической радостной ноте, счастья вам, любви, гармонии, спасибо картам, спасибо вам за просмотр, всем счастливо, всем спасибо, всем пока.